всем привет я Размуф Игорь сегодня к 8 марта мы будем делать вот такую открытку с котом с цветами с вазой с птичками это коллаж он не реалистичный это просто открытка поэтому сегодня я вам покажу довольно простой способ как сделать такой коллаж что нам нужно нам нужно фотографии самого кота желательно чтобы он был на каком-нибудь ровном фоне на белом или может быть на голубом он у меня будет на голубом и нам нужны предметы которые мы будем помещать на открытку желательно чтобы они были уже вырезаны чтобы нам с ними не возиться чтобы мы их просто разместили по полю открытки в тех местах где нам понравится и скомпоновали то изображение которое нам бы понравилось вот я накидал разных всяких отдельных предметов веточки цветочки цветы в каком-то горшочке сердечки птички и получилась вот такая открытка нам нужна фотография нашего кота и где-то взять вот эти вырезанные из фона изображения где взять идем в интернет набиваем поисковый запрос скраб наборы и нам выдает различные сайты вот один из таких сайтов которые нам выдал мой фотошоп называется здесь у него есть раздел скраб наборы нажимаем его не попадаем в раздел где вот эти собраны все скраб набора их 10 104 страницы нажимаем на какой-нибудь понравившийся нам по картинке попадаем конкретно него скачать его по прямой ссылке нажимаем он скачивается получаем zip-архивы я их уже накачал несколько штук то есть выглядят они вот так то есть я накачал их вот несколько штук заранее рассмотрел скомпоновал саму открытку поэтому я вам быстро просто покажу как и все это делается вот они как выглядят внутри них находится вырезанный от фона различные предметы вот этот горшочек он вырезан от фона очень хорошо то есть нам ничего не делать вот трава но другие предметы я взял из других скраб набор в принцип понятен в разных скраб наборах разные предметы выбирайте любой как какой вам нравится и помещайте на свое изображение итак переходим photoshop вот наш код в этих скраб наборах есть фоны различные если перейти на какой-нибудь скраб набор мы найдем где есть фон здесь вот только картинки но в каком-то из них есть просто фон и вот кстати птички которые я брал так где же у нас фон и здесь тоже фонов здесь вот называется бумага и вот такие фон и вот похожи на тот который я взял может быть я взял даже его итак переходим photoshop вот у нас код открываем такой фон как мы это делаем файл открыть идем в скраб набор нажимаем открыть он открывается в другом изображении мы его перетягиваем на нашу картинку и с помощью edit free transform мы его растягиваем по нашей картинке как нам нужно я его удалю фон потому что я другой выбрал и уже его сцентрировал как мне нужно теперь нам нужно сделать здесь маску сначала проявить черным кисточкой выбираем черную кисточку выбираем слой маски и проявляем нашего кота проявляем грубо особо не стараемся мы делаем не реалистичный коллаж а мы делаем скажем просто обычную открытку еще мы сразу используем большой размер вот здесь вот мы его когда делаем открытку не уменьшаем а когда мы уже все с компоновым и когда все сделаем с помощью масок конечный результат мы уменьшим в два-три раза и у нас грехи нашего грубой работы они не будут заметны сначала мы проявили кота потом переходим на белый на белую кисточку делаем увеличение уже большое и возвращаем поточнее чтобы у нас было не так заметно что мы его вырезали то есть вот эти лапки хвостик нам не обязательно точно делать потому что у нас все будет закрывать трава всякие веточки то есть они будут скрадывать нашу грубую работу и так мы это делаем немножко поаккуратнее и подольше чтобы не затягивать урок я это делать не буду покажу только что какой результат получился когда я это делал немножко поточнее все равно видно что особой точности я не добивался это должно выглядеть приблизительно вот так и дальше я на это поле стал перебрасывать различные картинки скраб набора сначала я бросил траву я вам показывал там была трава потом я ее размножим прозрачности можно ее менять где-то ставил 36 процентов где-то 38 с помощью маски я просто стирал там где не хотел чтобы закрывали закрывала сильно лапки она вот я разбросал вокруг моего кота траву одного вида потом загрузил траву другого вида и также стал разбрасывать вокруг кота там где лапки ему закрывал я стирал с помощью маски мы постепенно наполняем наш нашу открытку предметами вот я взял цветочек цветок и трава не сразу вырезаны то есть никакой работы проводить не нужно только уменьшать до нужных размеров мы можем перейти все цветок размером с голову кота мы его просто идем в edit свободная трансформация и уменьшаем до нужного нам размера и так что мы там дальше помещаем поместил веточку одну прозрачность не 36 ее с дублировал повернул немножко по-другому прозрачность у нее сделал побольше чтобы казалось что на спереди а то у которой прозрачность поменьше она сзади взял горшочек с цветами опять цветок на полу один положил веточку слева положил написал цифру 8 белым шрифтом и увеличил ее с помощью видит свободная трансформация до нужного мне размера написал марта 8 марта и опять начал бросать предметы скраб набора чтобы мне показалось что сверху пустовато поэтому чем-то чтобы заполнить вот я нашел такие сердечки мне понравились я их разбросал по полю все это вы найдете в текст скраб набора который я вам показывал на этом сайте потом нашел птички посадил птичку сюда так это у меня еще один цветок появился на полу то есть мне показалось что мало цветка и где-то мне еще птичка должна быть птичку посадил слева и чтобы вот этот вот горшок впереди не смотрелся так прям висящем воздухе я просто сделал под ним новый слой главное нужно что сделать нам нужно под ним сделать новый слой и на этом слое на нарисовал тень грубо нарисовал тем не особо не прорисовывать и так мы получили вот такую картинку мы видим что у нас достаточно грубовато все это выглядит на первый взгляд кажется что это грубовато но теперь нам нужно ее эту картинку свести то есть нам нужно все свои свести в один и и нужно ее уменьшить до размера помещения в интернет или в контакты или в инстаграм то есть мы видим имидж имидж сайдс и мы уменьшим например ее до размера 1500 пикселей вот здесь можно поставить делать порезче нажимаем ok и посмотрим что у нас получилось то есть она у нас теперь получилась резкая мы вот этих всех огрех особо не видим мы получили на мой взгляд неплохую открытку для того чтобы разослать своим друзьям для поздравления с 8 марта если понравилось ставьте лайки если у вас есть какие-то идеи на какую тему сделать урок пишите я сделаю на эту тему видео урок а а а а